посижу пока кофейку побью подожду ну хотя бы один слушатель нужен хотя можно и без вас привет 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 всем сейчас буду вести эфир кто знает кто на меня подписан на тему целей зачем их вообще ставить зачем они вообще нужны что это за слово такое вот поэтому все конечно привыкли что если это прямой эфир или история то это обязательно должно быть что-то action action происходить но иногда самые важные вещи происходят именно тогда когда люди говорят в общем я собиралась провести для своей команды тренинг по целям и сейчас я буду проводить приветик всем кто присоединяется прямой эфир для вас для вас это будет такое для кого-то вообще что-то новое что такое цели вообще в принципе то есть я не забыла ли у вас такое что там в школе вам говорили ставки цели там обучали что такое цели зачем вам вообще цели вот я за свою школьную жизнь за свой университет привет алексей ни разу не слышала чтобы мне сказали поставьте цель поставьте цель то есть мы просто делали какие-то рефераты какие-то доклады у нас никогда не нам не ставили цель зачем нам это делать зачем нам это изучать зачем нам квадрат пифагора и так далее то есть у нас не было цели мы учились без статей у меня цель была в школе я знала что можно остаться на второй год ты типа лох тогда слова такого даже не было что ты лох ты остался на второй год это вообще было для меня я думаю боже мой жесть меня просто в классе были ребята которые оставались на второй год и нам говорили привет барнаул и нам говорили типа что вот у вас будет мальчик он на второй год учиться боже мой он опять в первом классе там допустим да то есть я вот училась до включительно до девятого класса с боязнью что меня могут оставить на второй год 10 11 я училась боязни что меня могут со школы выпустить желтой справкой я не знала что дает эта желтая справка типа я не очень буду или еще что-то вот мои цели были привет сестра вот поэтому давайте как бы донесем зачем нам вообще цели и не буду говорить может где-то жестко ухожу все время в сторону глазами потому что его подглядом если мне смотрю его вспоминаю поэтому по сторонам смотрю вот всем приветик вот если у кого-то поставьте плюс те у кого школе еще говорили про цели там в университете какие-то что такое цель и зачем они нужны либо ставьте минус если вы как бы не это не в курсе вообще что такое цели и зачем они вам в принципе нужны были то есть вам не давали никаких понятий что такое цель привет чё ты не работаешь то время сейчас рано в общем короче зачем ставить цели вот некоторые ну я у меня просто я плыву по течению меня вот как день пройдет так все и замечательно ну что может быть по течению догадайтесь год пробеги можно быть по течению вот выгодно проруби чтобы плыть по течению типа вот я живу сегодняшним днем того 50 но просто сегодняшняя живете блин-arts как говно в прорубь блин по течению потечению пойдете а ничего что там по течению где-то где-то до будет обрыв до водопад грубо говоря что вы тогда делаете будете. Вы же по течению плывете. Поэтому цели, они нужны. Для некоторых цель – это вообще смысл жизни. И люди, когда ставят глобальные цели, их добиваются и, скажем так, разучиваются ставить цели и мечтать и желать, они просто умирают. Ну, это реально, это физически так происходит. Например, история, по-моему, Македонского, что он, когда завоевал что-то, я не помню, страну или нет, у меня в истории плохие познания, он когда ее завоевал, он долго там переживал, чуть ли не плакал и умер в 33 года. Почему? Потому что, он говорит, у меня есть весь мир, мне нет смысла больше жить. Вот, у человека нет цели, нет смысла жить. То есть обернитесь, пожалуйста, сейчас назад и вспомните, как вы прожили свою жизнь и зачем вы ее так прожили, для чего, что вы от этой жизни получили. Вы кайфуете от жизни, получаете удовольствие, даете что-то другим людям. То есть, ну, в любом случае, как бы, без цели жить, это бесцельно прожитые годы, ну, нафиг они, как бы, нужны. У вас нет стимула двигаться дальше. Вы просто ходите на работу, потому что все ходят на работу. Вы просто приносите деньги, потому что нужно прокормить семью. Это ваша цель вашей жизни. То есть, чтобы, я не знаю, для кого-то, может быть, это не важно, чтобы вас вспомнили, там, вас вспоминали ваши, там, друзья, там, родственники, знакомые и так далее. То есть, в первую очередь, да, цель, она важна, она нужна. Но согласитесь, такой второй момент, что у нас цели бывают чужие. То есть, как это чаще всего понять? Ваши родители хотели, чтобы вы выучились, привет, Соня, ваши родители хотели, чтобы вы стали, там, медиком, врачом, например. И вы ради родителей идете, выучиваетесь на врача, проживаете их жизнь, судьбу, или, допустим, отец всегда мечтал быть хоккеистом, у него не получилось, и вот он, привет, Анют. И он пытается сына засунуть, скажем так, в хоккейный клуб, заставить его заниматься хоккеем, а он вообще всю жизнь, там, мечтает, не знаю, петь. И просто вы гробите мечту ребенка. Вы, главное, свою мечту воплощаете в своих детях, грубо говоря, или в вас, ваши родители, воплощили вашу мечту. И спроси, Анют, в общем. То есть, вы понимаете, да, что есть чужие мечты, либо вы смотрите, что все хотят этого, допустим. Все, допустим, путешествуют. Да, я тоже хочу, потому что все путешествуют. А вы реально хотите путешествовать? Или только потому, что все путешествуют, вы путешествовать хотите? То есть, вы должны разобраться, желаете ли вы этого. Допустим, как разобраться? Задавайте себе вопросы. То есть, я сейчас, допустим, не буду прям, знаете, как это делают целые вебинары, платные причем, по целям и так далее, в которых вы отдаете деньги, и вам вам все-все разбирают. Я вкратце по целям сейчас пройдусь. То есть, первое, у вас должна быть цель, иначе нет смысла жить. Второе, у вас должна быть ваша цель. Чтобы понять, ваша цель это или не ваша цель, задайте себе вопрос. Зачем мне это надо? Почему мне это надо? И задали вопрос, допустим, ну, вы хотите быть богатым. Почему вы хотите быть богатым? Ну, чтобы там у меня все было, я ни в чем не нуждался. А почему ты хочешь, чтобы у тебя все было, и ты ни в чем не нуждался? Ну, потому что у меня никогда этого не было. Почему у тебя этого никогда не было, да, допустим, зачем ты это хочешь? Ну, потому что вот все там ребята, там, у них всегда все в детстве было, у меня семья бедная, у меня никогда ничего не было, я там хочу, чтобы у меня все было, у моих детей все было, да, то есть вот так вот. То есть, получается, вы считаете, что от этого вы будете счастливы, то есть, по идее, вы хотите счастья, ну, как бы в финансовом благополучии. Ну, как бы, да, давно есть уже, у нас их два в семье, потому что на два аккаунта отвлеклись немножечко. Вот, так как есть цели, есть достижения какие-то, они как-то у вас обозначаются. В спортивных соревнованиях у меня есть медали-кубки, здесь как бы в моей работе, в моем бизнесе у меня есть такие вот медальоны. Вот, то есть, разобрались, ваша это цель, почему это ваша цель, да, то есть, зачем она вам, в итоге иногда вы придете к каким-то страхам, да, что у вас этого не было. Третье. Есть такая штука классная, колесо баланса, оно называется, колесо жизненного баланса, круг моих приоритетов. Я вам приблизительно покажу, как это выглядит. То есть, вот так вот, допустим, но это на колесо не похоже больше, да, здесь так нарисовано, но бывает рисуют колесо. Здесь, допустим, вот у каждого вот этого там пункта вы обозначаете приоритет в вашей жизни. Это могут быть вообще абсолютно разные приоритеты. Это может быть здоровье у вас приоритет в жизни, это может быть семья, там, финансы, там, карьера, друзья, работа, дом, там, рукоделие, блог. У каждого эти приоритеты могут быть абсолютно разные. У кого-то это может быть творчество, да, отдельно, кому-то это круто будет. Вот, привет, Макар. Тебе колесо жизненного баланса провести? То есть, здесь, допустим, вот, смотрите, здесь отдельно, да, и вот здесь столбик расписать, какие у вас есть приоритеты в жизни, чем бы вы, на что бы вы хотели сделать упор. Вот. Для чего это делается? Во-первых, и здесь получается от 0 до 10 вот так вот идет градация, нумерация. Я вам сейчас покажу, наверное, свое даже колесо жизненного баланса. Я очень критична, есть люди не критичные, я решила, что у меня, как бы, от начала отсчета практически там в нуле, и вот я потихонечку иду, и у меня оно очень слабенькое, колесо баланса, вот, на примере, допустим. Вот таким образом подписывайтесь, заштриховывайте, не обязательно делать цветными, это может быть просто заполнение. И, кстати, не обязательно делать колесо баланса, то есть у вас это может быть просто кардиограмма, ну, как называется, диаграмма, да, какая-то просто. Столбиками вам будет так удобнее, может быть, вам вот так не нравится. Почему колесо обычно делают? Потому что колесо, когда оно ровное, круглое, тогда оно едет, да, то есть ваша жизнь едет. Вот, допустим, это ваша жизнь, это bullet journal. Есть, если тебе нужно будет, допустим, покруче, есть просто, этот, как бы, мне не очень нравится, неудобно. Есть крутые ежедневники, если ты за ежедневник, я тебе потом покажу, какие можно взять, где. Но это bullet journal, в нем потом, допустим, я тренинги различные пишу, он в точку. Но мы сейчас не о нем. Итак, по целям, то есть от 0 до 10 вы заполняете, какая сфера, насколько у вас заполнена. И проверяете свои, скажем так, пробоины в колесе. То есть считайте, что это пробоины. У вас не хватает, допустим, чего у меня не хватает. Вот, допустим, хобби. Я сейчас не занимаюсь своим хобби. Где оно у меня, вот оно, голубенький, вообще мало, да. Мне нужно его развивать. То есть, смотрите, если у вас в отношениях и так все классно, да, вы как бы поддерживаете их, но это не значит, что вы должны еще больше их наполнять. Потому что у вас вообще кривое колесо будет. Поэтому я рекомендую смотреть, где у вас меньше всего, да. То есть это у меня вот так вот. Сейчас у вас, может быть, там вот таким образом как-то это будет. Это мое колесо баланса, да. То есть заполняйте его. Оно очень круто помогает, если вы его тестируете. Допустим, раз в неделю вы смотрите, что вы сделали для этого. Может быть, у вас, допустим, по здоровью будет отдельное колесо жизненного баланса. Например, это может быть, по здоровью это спорт, питание, зарядка утром, допустим, каждое утро. Что еще может быть? Свежий воздух обязательно, прогулка. То есть вы можете свое небольшое колесо жизненного баланса. Пунктов здесь может быть много. Оно может состоять всего из 8. Может состоять из 10. И вот где вы видите пробоины в своем колесе в жизни, то тогда вы стараетесь делать упор на то. И как это делать? Вы составляете план действий. Что вы будете делать? То есть здесь у меня даже видите план действий. Что я должна сделать, чтобы поднять свое колесо? Зачем это делать? Потому что наша жизнь, знаете, как это, колесо, оно крутится. И где у нас пробоина, там у нас не получается. То есть если у нас нет баланса в жизни, то тогда мы не можем, собственно, работать, существовать. У нас не хватает энергии какой-то. То есть обязательно должен быть план. Без плана мы не можем работать. То есть колесо жизненного баланса, если хотите, я потом отдельно по колесу жизненного баланса сделаю эфир. Сейчас мы пока просто поцелим. То есть колесо, оно помогает целям. То есть если вы не знаете, как же поставить цели, в какой стезе мне выбрать эту цель, сделали колесо, посмотрели, где у вас чего не хватает, и вот там уже накидываете свои цели. Извиняюсь, ребята, меня позвонили. Так, далее. Еще очень важны дедлайны. Не так давно я поняла, что такое дедлайн. Мне вообще ничего это слово не давало. Вот. То есть дедлайн – это срок. То есть у цели должен быть срок. Если у цели нет срока, то есть вы не поставили себе срок, то это мечта. Какая-нибудь там заоблачная мечта когда-нибудь осуществится. Может быть, на Луну слетать без срока, да? Спасибо за сердечки. То есть обязательно ставить дедлайны. И сроки должны быть адекватные. А не так, что я хочу похудеть на 40 килограмм за месяц. Вы можете похудеть на 40 килограмм за месяц, но вы умрете, наверное. Потому что это реально. Это не жрать, не спать, а только спортом заниматься, чтобы 40 килограмм похудеть за месяц. Поэтому ставьте, ну, сообразно. То есть, допустим, за месяц похудеть на 5 килограмм, на 10 килограмм. Да, можно за месяц на 10 похудеть. В принципе, это несложно. Но если это реально, у вас лишний вес. А если я вешу 54 килограмма, и я поставлю себе цель за месяц похудеть на 10 килограмм, то я буду 44 весить. Но это, конечно, пипец. Ну, а, кстати, Аня, что у тебя за соревнования были? Это тоже там фитнес-бикини? Ну, насилие. Знаешь, вот, допустим, если человек весит 140 ему за месяц на 10 килограмм, это не так много, не так много он потеряет. Для него даже, ну, это будет казаться насилием, но на самом деле ничего такого. Вот. И по дедлайнам. Есть такая техника постановки цели, называется SMART. Вот, а ты тоже фитнес-бикини, коллега. Вот. SMART, SMARTER и VOOP. Я сейчас вам разберу. То есть, если SMART забрать по буквам, то есть S специфичная, да, то есть конкретная цель должна быть. Цель должна быть конкретной и четко сформулированной. И как? Вы продеваете, скажем так, свою цель, которую вы поставили, и через SMART ее, знаете, как это, по пунктам, по всем проходит, проходит там. А не проходит, надо доработать цель. То есть, допустим, вот, опять же, на примере, хочу похудеть. Хотя это про него что-то не актуально будет, но, не знаю, поставьте себе, накачаться наоборот, да. Хочу накачаться, хочу похудеть. Конкретная цель, конкретная, да. Допустим, следующая буква М. Измеримая. Цель должна быть измеримая, то есть иметь количественные и качественные параметры, по которым ее можно оценить. То есть, хочу похудеть. Это измеримая цель? Неизмеримая, да. То есть, на сколько похудеть? Как бы, на какие параметры? То есть, я могу не покушать с утра, к обеду на 100 грамм, на 200 похудеть. Похудела? Похудела. Цель выполнена. Нет. То есть, вы должны поставить количество, допустим, как и груда, на месяц, там, через месяц на 10 килограмм себе записали. Вот. Следующая. Достижимая. То есть, должна быть реалистичной достижимой в тех временных рамках, на которые на нее отводится. То есть, это я говорила чуть раньше, да. То есть, не на 40 килограмм за месяц, а на 10. Вот. И уместная. То есть, в адекватности и согласованности с другими целями. То есть, допустим, вы хотите похудеть на 10 килограмм, но вы участвуете в соревнованиях в весовой категории, допустим, 50 у вас весовая категория. А вы весите, там, 64, да, как я говорю, допустим, а хотите, там, ну, ладно, 54 слишком много, допустим, 58, а хотите на 10 похудеть. То есть, у вас уже будет 48, не 50, и у вас уже все. То есть, вы выпали из цели участвовать в определенной весовой категории. Или, допустим, я не знаю, какая еще может быть цель, если не про вес в адекватности и согласованности с другими целями. Мне сейчас в голову ничего не лезет, к сожалению. Ну, давайте, допустим, следующее, это была R уместная, да, T, ограниченная по времени, да, ну, я говорила, на месяц, на 10 килограмм, то есть, рамками иметь срок достижения, то есть, смарт, продрать, да, скажем так. Вот, должна быть, есть еще две буквы добавлены, смарт R, то есть, более улучшенная версия цели. Е, то есть, что означает Е? Это такой параметр, который, ну, двумя моментами измеряется, есть Е, да, Эко, экологичная. То есть, ваша цель не должна никому не навредить. Это не значит, что вы хотите стать успешным человеком, пройдя по головам. Или, если вы собрались худеть, то вся семья у вас не ест тоже. То есть, не должно быть такого у вас происходить. То есть, экологичная, не навредите никому. Ваша цель, ваше желание, они не должны никому вредить. И еще другой параметр, ваша цель должна быть вдохновляющая. То есть, она зажигать должна вас и будоражить. Если цель вас не зажигает, это не ваша цель, и она вам не нужна на данный момент. То есть, если она вас не зажигает. То есть, вы похудеть хотите зачем? Чтобы нравится кому-то или себе хотите нравиться? То есть, представьте, что, допустим, если вы живете на необитаемом острове, вас никто не видит. Я все могу пешить везде. Вас никто не видит, и вы хотите похудеть. Вам нужна до сих пор эта цель? Допустим, я хочу похудеть. Мне говорят, ты и так худая. Я просто знаю свои места, которые у меня нифига не худые, и у меня есть лишний вес. И мне это не нравится. Я хочу себе нравиться. Я хочу смотреть на себя в зеркало и кайфовать. Вот. И не хочу никого как бы... Не, мне будут нравиться, конечно, фотографии в соцсети, в угол, и все такое. Возможно, если об этом никто не узнает, что я похудела, я как бы с ума не сойду, у меня будет в кайф от того, что я худая. Если ваша цель нужна вам для того, чтобы кому-то что-то доказать, а не себе в первую очередь, то это не ваша цель. На примере еще какого могу сказать. Ну, то есть, задайте себе вопрос. Если никто не узнает, что ты добился этой цели, ты расстроишься? Если расстроишься, значит, это не твоя цель. Вот. Если не расстроишься, это твоя цель. И еще, то есть, цель ваша должна будоражить, быть экологичной. И последнее, смартфер, рэ, да, гибкая. То есть, допустим, да, вот мы с Аней, викини, готовимся к соревнованиям. Аня вот поправила, сейчас тоже цель будет 3 килограмма похудеть обратно. То есть, мы готовимся к соревнованиям с Аней, например, фитнес-бикини. И у нас, допустим, мы выступаем через месяц. Мы должны еще скинуть 3 килограмма, опять же, этих. Нам, у нас сушка. И, допустим, я заболела. Все, у меня там конец света. Цель нахрен выкинуть. И все такое. То есть, ваша цель должна быть гибкой. То есть, если вы заболели, вы можете это двинуть сроки, что-то поменять и так далее. Или каким-то образом еще сделать. Не знаю, почему на примере похудения это делаю. Ну, наверное, потому что скоро лето, и все хотят похудеть и стать стройными. Либо накачаться. Вот. То есть, не бойтесь, что у вас там, блин, я не успел в этот срок. В этот срок конкретный вы можете ставить, только если у вас, допустим, я не знаю, операция в какой-то день. Но это уже более серьезно, когда нельзя никаким образом строки сдвинуть, как-то еще. То есть, иногда план, подходы к вашей цели, он может меняться. То есть, как бы не будьте прям критичными вот в этом плане. Еще. Цель должна быть на виду, она должна быть записана. Но это я попозже скажу, потому что есть еще, кроме смарт. Смарт, да, то есть, вот, кстати, у меня все расписано, здесь видите, смарт. И просто я потихонечку в каждой буквы, скажем так, провожу свою цель смарта. Есть еще цель по ВУПу. Такое название странное. ВУП называется. ВУП. Вишетком обстейкл план, да. То есть, первое, через букву В. У вас должно быть желание, да. То есть, опять же, должно быть ваше желание. То есть, изначально ваша цель должна вас будоражить. То есть, ваше желание должно превратиться в цель. Как его сделать целью? Пройти по смарту. То есть, как бы, знаете, такая еще более расширенная версия смарта. Да, ВУП. Пройти по смарту. То есть, О – это outcome, это цель. То есть, стать целью. Вашей целью. Далее, препятствия. Вы должны реально продумать, какие у вас будут на пути препятствия. Например, если, опять же, вы худеете к соревнованиям. Аня, например, решила худеть к соревнованиям. Не продумала, что она поедет на Кипр, и там будет много вкусняшек, и придется всего наесться. Вот. Она не позаботилась о том, что она будет есть. Вот смотрите, когда я ездила, когда я готовила соревнованиям, я ходила везде с контейнерами. И нам нужно было ехать к бабушке. А вы знаете, как это, когда ты на сушке. Что такое сушка? Это когда ты сидишь только на определенной диете, на определенном питании. Это не диета, это питание. То есть, ты ешь белковую еду, углеводы, рис, без всяких сахаров, без молока, без всего. Что на соревнованиях остается неделя, мы едем к бабушке. Но как приехать к бабушке и ничего не наесться? Там бабушка сама расстроится до безумия просто. Вот. И мы ехали с контейнерами к бабушке. Бабушка, конечно же, такая, как так? Я же всего наготовила, а вы тут со своими контейнерами. Ну, так как я на сушке жесткой была, я ничего не пробовала. Руслан там доедал все. Потому что у него держится тело лучше в этом плане. То есть, он не набирает. Вот. И, соответственно, я продумала, что я поеду к бабушке, что она там будет кормить чем-то, что у меня должна быть своя еда. Мы там ненадолго, буквально на сутки ездили. И все, собственно, со своей едой спокойно. А кто-то... Ты уже жаробаз, да? Вот. А, допустим, кто-то, допустим, полетит в самолете, а в самолете либо не кормят, да? А у тебя питание по часам. Либо там только сладенькой булочкой съешь ли ты эту булочку. То есть, ты не продумал. Обычно добиваются цели те, кто заранее продумывает, планирует свои вот эти вот, ну, какие-то препятствия. То есть, сможешь ли ты их преодолеть? То есть, если ты скажешь, ну, блин, ну, если в самолете ничего не будет, я, наверное, съем. А если ты говоришь, нет, я вообще ничего не буду там, а ты не до спорта, а сейчас не до спорта. Ну, а как не до спорта там? Кого хочешь, ты занимаешься в определенное время? У меня были ростки в графе. И последнее в ГУПе – это П, план. То есть, у вас должен быть план достижения вашей цели. И у вас должны быть сомнения, ваши сомнения, они рождают ваши планы. Они помогают вам быть более эффективным, побеждать, конечно же, стресс и даже становиться счастливее. Когда вы выполняете план, и который у вас записан, то вы понимаете, что, как бы, все круто. И я уже начала говорить о том, что цели нужно обязательно записывать. Я читаю одновременно сейчас много книг, и в одной, допустим, из них я прочитала, что в день или в сутки бодрствования в вашей голове проносятся около 60 тысяч мыслей. Вот. И получается, что представьте, как ваш мозг будет вот эту вот мысль держать, да, что вы хотите чего-то добиться. Леша, ты уже женился все-таки? Официально колечко покажешь? Дом-2 сейчас не смотрю. Спасибо. За красивое. Сейчас дом-2 не смотрю. Так только иногда. Вот. Не цель у меня дом-2. И если вы свою цель запишите, то ваше, то есть смотрите, у вас есть сознание, в котором вы, как правило, находитесь под сознанием, особенно если не работаете, то ваше подсознание не знает, чего вы конкретно хотите, пока вы это не запишите. То есть берете, записываете цель вашу, и все, ваш мозг такой, ага, то есть вот это, да, ты хочешь? Что значит повторно женился, ты вообще женатый был? То есть ваша цель, когда она записана, ваш мозг видит, ага, вот она твоя цель, понял. И тогда он будет выбирать из множества вариантов, возможности прийти к этой цели, то есть ваше сознание будет на этом сконцентрировано. Я до этого ребятам говорила, у меня сейчас было, про тренинг рассказывала своей команде, и у вас должен быть фокус. То есть если вы запишите, у вас фокус на цели, либо вот, как у меня там на стене, вот, видите, это визуализация целей. То есть такая же штука может быть, визуализация, то есть она должна быть у вас на виду, вы должны это видеть, чтобы ваш мозг не напоминал. Почему? Иначе у вас появится тревожность, что вы не добиваетесь своих целей, не добиваетесь своей мечты какой-то. Вот, например, это то же самое, что вы когда пошли на улицу, и такие думаете, так, пойду погуляю, потом нужно там с друзьями встретиться, надо еще за хлебом сходить. Это я у Миш-Марии смотрела на тренинге, на вебинаре, она про хлеб сравнивала. То есть смотрите, вы такие идете, везде они бы не записали это никуда, вы помните, что нужно купить хлеба. И все, вы такие гуляете с ребятами, ваш мозг такой, хлеба, хлеба нужно купить. Ага, да, точно, хлеба уже надо купить. Погуляли с друзьями, пообщались, потом еще куда-то забежали, ваш мозг такой, хлеба, хлеба нужно купить. И такой думаешь, ага, точно, хлеба же нужно купить. Потом приходите домой и понимаете, что вы где-то что-то забыли, думаете, блин, что ж я забыла. Вы, во-первых, встревожены, что вы что-то не сделали, вы начинаете переживать, ваш организм в стрессе. А потом такие, блин, я аж хлеба не купил. И думаешь, вот из-за этого я был расстроена, что я хлеба не купил, что ли. Копец, думаешь, ну сейчас хожу за хлебом, ладно там. Хорошо, если магазин рядом, если далеко, конечно, не прикольно. То есть вы понимаете, что ваш мозг постоянно действует, он постоянно это крути. Так, еще же вот это надо, еще же вот это надо. И то есть вы насилуете свой мозг, свое подсознание, когда вы не записали. Я всегда за покупкой не думаю, даже за такую мелочь я запишу, чтобы не забыть. И потом загляну, да, хотя я иду в магазин, но я это помню. Вот. Вы просто поймите, что нужно мозг свой разгрузить. То есть записывайте свои цели. Прямо можете список составить. Вы можете отдельно какой-нибудь классный там блокнотик завести, в котором будете вести свои цели, записывать. Чтобы у вас все это было. Прямо, чтобы вы кайфовали от своих целей. То есть выделите одну вот эту мысль, чтобы 59, 999 мыслей, они где-то там крутились, а вы знали, чего вы хотите. Чтобы вы к этому шли. Вот. В принципе, по цели у меня все. Вот вкратце если, да, потому что с целями работать нелегко, оставить их нелегко. Я очень рекомендую Ицхака Пинтасевича. У него есть книга цели. То ли ставь цели, то ли что-то такое. У него есть онлайн тренинг. То есть я проходила очень много различных там тренингов по целям. А, кстати, не все. Самое интересное и вкусное я забыла и пропустила. Давайте вот сейчас представьте, что вам, вы там сходили к врачу или вам вдруг плохо устало, вы там в оморок упали, вас к врачу отвезли. И вам говорят, ну как бы у вас все плохо, у вас там какая-то там сложная ситуация. В лесу сосновом смотрите меня. Ну классно. Вот. И вам сказали, что вам осталось жить год. Вот подумайте, да. Вам год осталось жить. И что бы вы делали сейчас бы? Чем бы вы? Вот вы бы делали то, что вы сейчас делаете? Вы бы занимались тем, чем вы сейчас занимаетесь? Или что бы вы сделали, ну если бы знали, что вам осталось всего год жить? Что бы вы предприняли? Чем бы вы хотели сейчас именно заниматься этот год? Вот сейчас, если там кто-то в повторе будет смотреть это, я не знаю. Вот сейчас прям вот несколько секунд я вам даю. Вы прям запишите, что бы вот буквально там 3-4 пункта. Запишите, чем бы вы занимались сейчас, если бы вы знали, что вам осталось реально жить год в вашей жизни. Прям очень хорошо подумайте. Хотя обычно в такой экстренной ситуации, вот я не знаю, умеете ли вы просто представлять, что вам осталось год жить. И в такой вот экстренной ситуации, чем бы вы занимались? Вот прям, я думаю, мозг у всех сработает. Чем бы вы занимались, если бы вам осталось жить год? лишь но я надеюсь все пометочку себе сделали а теперь попробуйте запишите себе ну вы опять попали в больницу и такие думаете год людей бы потрошила развешивал кишки по деревьям но и вообще не относишься к людям экологичным которые не навреди себе не навреди никому почему сразу убивать и джек потрошитель что ли вот в чем в чем к тебе кайф не стекаешь на кайф может делать есть ты знаешь у тебя стал живут и ты готов на это хорошо давайте допустим вы опять приходите к врачу и врач такой говорит у вас прогрессирует ваша болезнь вам осталось жить всего месяц чтобы вы делали тогда вот в этом случае если бы вам осталось жить месяц просто месяц жить насколько люди сюда заходят и выходит мне такое ощущение что люди вообще пофиг на свою жизнь и на цели в жизни а люди самое зло на планете все уничтожил всех сожрали просто стивили ты у меня как хейтер сейчас ну так вот тогда может быть ты будешь доносить до людей что-то такое вот ну наоборот за экологичность доносить до людей что нужно быть там к природе животным я не знаю ко всему относиться более по-другому скажем так то есть если вам осталось жить месяц чтобы вы делали чем вы вы занялись чтобы вы бросили потому что вы понимаете что ваша работа только ради денег а не в удовольствие ну и напоследок да вам осталось жить неделю вот чтобы вы делали если бы вам осталось жить неделю вот прямо и грудь в идеале это все записать это прямо сейчас жестко проверяется настолько ли вы занимаетесь тем чем вы хотите заниматься то ли вы сейчас действительно делаете мне понравилось как наташа краснова сказала ну то есть она написала книгу в рекордно короткие сроки как бы она давно не писала но вот когда сроки поставили она рекордно быстро дописала и гор как так там она хотел очень не к сорока восьми годами к 58 написать книгу тут она очень быстро написала он сказать да я год живу каждый день как последний потому что неизвестно что будет завтра я все максимально быстро стараюсь делать я не сижу курса на месте ровно вот она делает то что ей нравится ну и давайте ребят если вам остался жить день чтобы вы хотели кому-то сказать сделать еще напоследок донести какую-то мысль в мир я не знаю вот чтобы вы делали опять же если вам осталось жить всего день то есть это самое жесткого можете проверить как раз то ли тем ли вы занимаетесь то ли вы делаете с теми людьми вы общаетесь вот потому что мы очень много тратим время на тех людей которые нам по сути вообще не нужны в жизни такие ущербные люди которые нас тянут вниз которые не дают нам развиваться которые нас понимают что ваша цель это только ваша цель и вам их добиваться и не надо слушать никаких диванных критиков которые говорят ой это не твое да ты чё там как будто сами чего-то добились они не добились того чего вы хотите добиться вот то есть это самый такой крутой вариант представить что вы умираете если кому интересно рекомендую посмотреть фильм последний отпуск там по типу такого что девушке стала жить месяц и что она решила делать своей жизни очень крутая тема по исхаку я сказала по целям как поставить цели про колесо баланса если кстати прикреплю наверное колесо жизненного баланса сейчас еще в истории добавлю так что ребят не проживайте свои годы без цель наставки цели анечка привет вот так что важно важно цели ставить в жизни важно чтобы цели были вашими и важно проверить их тем способом что если бы ваша жизнь допустим кончилась бы через месяц через неделю чем бы вы занимались занимались бы вы тем же чем вы сейчас занимаетесь и конечно же цели должны быть у вас со сроком в общем принципе у меня все все что могу прикреплю в истории чего нет как бы лично спрашиваете пишите